В рубрику «Жалуйтесь, критикуйте, хворите» поступил очередной звонок. На этот раз от жильцов дома 96А по Шевченко коммунально-бытовые проблемы не дают людям покоя. 7 лет назад в этом доме новости нашего города уже были, но, как выяснилось сегодня, проблемы спустя столько лет так и остались нерешенными. Все подробности у Ирины Потехиной. В дом зайти невозможно, запах ужасный. В квартирах через все щели идет запах неимоверный. У жильцов начались головные боли, а у нас с детьми в подвале мыши, тараканы, которые ползут в квартиру. Убедительно просим воспринять меры, поставить, потравить мышей, ликвидировать запах фикарии. Убедительные просьбы жильцов бывшего общежития на Шевченко никого не убеждают уже седьмой год подряд. Между тем, все эти проблемы в здании начались после того, как в деревянную двухэтажку муниципалитет вложил порядка 20 миллионов рублей. На эти деньги пострадавшее от пожара общежитие было капитально отремонтировано. Только вот в капитальности ремонта люди засомневались сразу же, как он завершился еще в 2006 году. Стекла нам вообще неизвестно, какие поставили. Ну, а стены у нас, видели, в коридорах пустые все. Вот и все. Сначала выяснилось, что гипсокартонные стены, за которыми действительно пустота, абсолютно не защищают от холода. Потом в комнатах и коридорах начало прорывать трубы отопления. А потом, по словам жильцов, прорвало канализационную трубу под домом. Учитывая, что здание стоит практически на земле, а может и еще по каким-то другим причинам, но решить эту проблему у коммунальных служб не получалось до 2013 года. Люди все эти семь лет дышали ароматами стоков и привыкли каждый месяц запасаться отравой для мышей и тараканов, которые заполонили двухэтажку. Не в претензии, говорят жильцы, остался только старый полуслепой пес, для которого грызуны стали чем-то вроде развлечения. Он с ними играет, он лапой так вот, бегают они, он поймает лапой так, ударит и потом гоняется по коридору за ними. Пешком ходят? Да, да. Коллективные и персональные жалобы жильцы отправляли в самые разные инстанции, вплоть до столичных. Обнадеживающие ответы издалека приходили, но на месте до сих пор решился только один вопрос, и только тогда, когда о нем заговорили в прессе. По словам коммунальщиков, они нашли в себе силы и отремонтировали канализационную трубу, и обещают, что неприятного запаха в доме больше не будет. Кстати, надо отдать должное управляющей компании. Чтобы приходить на помощь жильцам этого дома, специалистам действительно каждый раз приходится искать в себе силы. Причина простая. 261 тысяча. В состав семьи три человека. Это сколько можно не платить лет? Через одну квартиру получается такие долги. Вот сейчас еще посмотрим, какие тут долги. 103 тысячи долг, 187 тысяч долг, 165 тысяч, 128 тысяч. Ну, соответственно, миллион 731 тысяча и вышло. Вместе с этим представители управляющей компании признают, что к ремонту в двухэтажке у них тоже есть вопросы, и что здание, особенно первый этаж, промерзает. И добавляют, что если бы люди платили по счетам, можно было бы решить хотя бы часть проблем. Когда они будут оплачивать коммунальные услуги, соответственно, больше денег будет идти на обслуживание, и мы будем стараться это все устранить. Напоследок еще раз хочется вернуться к теме ремонта и восхититься находчивостью горхоза, который в 2006 курировал переобустройство общежития под многоквартирный дом. Для этого, к примеру, на 33 квадратных метрах Татьяны Громадской мойку установили в коридоре, прямо возле входной двери, потому что на кухне для этого места не нашлось. Впрочем, это не самое удивительное решение, говорит женщина. Хуже то, что под кухню отгородили часть комнатушки, и теперь к печке протиснуться можно только боком. А когда готовится еда, кухонька буквально превращается в парилку. Но это все частные проблемы, говорит Татьяна Владимировна. А общая главная беда – это доказать, что капитально отремонтированное здание, по сути, аварийное. Ирина Потехина, Григорий Куроптив, Александр Иванов. Новости нашего города. Специалисты в области ЖКХ говорят, если жильцы этого дома займутся проблемой признания двухэтажки аварийной, первое, что им надо сделать, когда растает снег, пригласить специальную комиссию, а также независимых экспертов для того, чтобы исследовать фундамент здания. И уже от результата этого исследования предпринимать следующие шаги.